Салям алейкум. Сегодня 17 ноября мы находимся в городе Ростов возле Южного окружного военного суда, где на сегодня назначено два судебных процесса над крымскими татарами по делу Хизбут-Тахрир. Первое судебное заседание назначено над фигурантами Симферопольской второй группы, а именно над Яниковым, Сейдхалиловым, Сейдабдиевым, Сулейманом и Бекировым. В ходе сегодняшнего процесса будет допрос стороны защиты. Стороной защиты представляют адвокаты Рустам Кемелев и Ислам Велиляев. Второе судебное заседание будет проходить над Муратовом в Зекирье, в ходе которого будет допрос скрытого свидетеля. Стороной защиты представляют адвокаты Лиля Гемиджи и имени Авамилева. Что об этих делах думают слушатели и как прошли процессы в нашем репортаже? Мы попали сегодня на судебный процесс, который, к сожалению, начался с очень большой задержкой, но нам удалось увидеть своих родных, поддержать их, выразить свое несогласие с данным уголовным делом. Наши супруги, естественно, не признают свою вину, так как они невиновны, до конца будут бороться. И мы будем приезжать до последнего, чтобы их в этом поддерживать, так как когда приезжаем мы, приезжает народ, джемат, у них появляется больше сил, энергии бороться дальше. Приехал в город Ростов на поддержку братьев. Это был самый натуральный цирк, на котором даже нечего сказать, да? Все подстроено, все беспредельно и ясно. Над крымскими татарами идет очередное давление на нашу нацию. То, что происходило с нашими, так скажем, дедушками, родителями, которых переселили. Здоровье у ребят нормальное, всем передали селям. Самое главное, они просили передать ту новость, которую узнали, и возмущение свои касательно того, что сегодня Эдем Семидляев находится в изоляторе временного содержания. По надуманному делу, так же аналогично, как и по их делу, как они считают, они передали ему большие приветствия. Мы можем с уверенностью утверждать, что данный свидетель не участвовал ни в каких собраниях. И все, что он сегодня говорил, это показания, которые не могут ложиться в основу итогового решения по делу. В сегодняшнем судебном заседании данный свидетель озвучивал только те показания, которые были в протоколе допроса, составленном следователем. И даже эти показания он не выучил наизусть и путался в этих показаниях. На все вопросы стороны защиты он практически на 99% ответил «не помню». Субтитры создавал DimaTorzok